В эфире «Утро Крачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! В Туле прошел международный конкурс хоровых дирижеров имени Иосифа Михайловского. Преподаватель колледжа культуры и искусств имени Аслан Даурова Мария Смирнова стала лауреатом первой премии и получила приз симпатий Тульского государственного хора. И сегодня в эти минуты Мария расскажет моей соведущей Белли Джозаевой об участии в этом мероприятии. Доброе утро всем! Доброе утро, Мария! Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. И, конечно, я хочу тебя поздравить с тем, что ты завоевала первое место на международном конкурсе хоровых дирижеров. Конкурс проходил в городе Тула. И я хочу, конечно, у тебя узнать о твоих впечатлениях, чтобы ты поделилась. И каким образом эта поездка стала возможна? Добрый день! Доброе утро! Большое спасибо за поздравления! Об этом конкурсе, шестом международном конкурсе имени Иосифа Михайловского, который проходил у нас в городе Тула, я знала давно от моих коллег, которые также принимали участие в этом конкурсе ранее. Участие в нем стало, во-первых, возможно, благодаря поддержке нашего колледжа, администрации. Это огромная благодарность, конечно, и директору, и моему отделению дирижерско-хоровому за то, что эту инициативу поддержали, и меня так отпустили, скажем так, потому что, находясь на должности руководителя хора, то же самое, что капитан покидает корабль. Вот, довольно непросто это осуществить. Вот, тем не менее, для профессионального развития любого музыканта это очень важно, принимать участие в конкурсах. Вот, в том числе для дирижеров это особенно важно. И сегодня, когда мир развивается так быстро, вот, молодым музыкантам, ну, чрезвычайно важно общаться и находиться вот именно в таком конкурсном взаимодействии. Мария, я знаю, что конкурс проходил в три этапа. И, конечно, расскажи об этих этапах коротко, и расскажи, что ты исполняла. Конкурс проходил вот в таком порядке. Первый тур был заочным. Мы отправляли видеозаписи, в которых мы должны были на фортепиано исполнить одно из обязательных произведений. Это современное хоровое сочинение современного композитора Юрия Евграфова на стихи Иосифа Бродского. Достаточно такая непростая процедура. И затем жюри отбирало непосредственно для второго очного этапа участников. И мне довелось попасть в тридцатку представителей из различных регионов России и представить нашу республику на смотре хоровых дирижеров. Очный этап проходил уже непосредственно в городе Тула с тульским государственным хором. То есть каждому участнику выделялось время на работу. По жеребию мы вытягивали произведения, которые заранее было нам дано. Конкретно мне попалась обработка руссконародной песни веники. То есть вы не готовили это дома? Я готовила дома 20 произведений и не знала, какое мне попадется. То есть я должна была одинаково хорошо подготовить все. И затем уже непосредственно перед выходом к хору я вытягивала то, что нужно будет. И в этом, наверное, главный был такой интригующий момент и главная сложность конкурса. Потому как ты должен быть готов быстро реагировать и иметь заранее план, что ты будешь делать. И, конечно же, хорошо знать музыку. Помимо первого места у тебя есть еще один приз. Да, так распорядилась судьба, что Тульский государственный хор присудил свой приз, приз симпатии хора мне. Это очень неожиданно. Но, значит, наверное, что-то удалось такое сделать во время моей работы, что музыканты откликнулись. И это большая честь, большая радость для меня. И, наверное, такой еще один повод развиваться дальше. И, наверное, еще одна возможность понять, что то, что я делаю, это хорошо. Конечно, хорошо. Девушка-дирижер. Это действительно хорошо. Это действительно очень интересно. И, конечно, я поздравляю тебя с твоим первым местом на международном конкурсе. Благодарю тебя за участие в нашей программе. Желаю тебе творческих успехов и развития вашему колледжу культуры и искусств имени Аслана Даурова. Огромное спасибо за приглашение. Спасибо. Новый информационный день. Продолжается обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. В 14.30 в «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Дзинаевой. Всем удачной рабочей недели. Хорошего дня. И встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова